Босиком на мороз пришлось выскакивать жильцам горящего барака. Деревянное здание в поселке Монетный вспыхнуло поздно вечером. Почти 4 часа пожарные сражались с огнем, но, несмотря на их усилия, вместо постройки теперь одно пепелище. Без крыши над головой остались 11 человек. Один пенсионер не смог выбраться из горящей квартиры. Чем помочь погорельцам, расскажет Дмитрий Сгагин. Сейчас, после случившегося, нам придется жить в этой маленькой комнате пятером. Чем бабушка у нас лежачая, не встает. Их дом сжался до 16 квадратных метров, показывают Шаманаевы. После пожара целая семья ютится в комнате у родственников. Родные не унывают и радуются, что ноги унесли. Хотя лежачую маму Ларисе пришлось вытаскивать из горящего здания на себе. Времени не было даже на то, чтобы одеться. Четя Лариса выбежала босиком, потому что опять же не было времени. Уже спали, время было позднее. Она сквозь сон услышала, что кричат пожар, пожар. И, соответственно, первым делом у нее мысли были, как бабушку вытащить, спасти. Некоторым пришлось прыгать со второго этажа. Ведь огонь застал жителей Барака врасплох. Пожар начался ночью, когда все спали. В тот момент там находилось 11 человек. Спастись удалось не всем. Побежала сюда, ко всем увидела людей, которые стоят босиком, в халатах, кто в одеялах. Дети выпрыгивали со вторых этажей. Лежал мужчина. Приехала одна машина, туда грузили мужчину. Пожилой мужчина пытался выбраться из дома через окно. Но, по-видимому, надышался угарным газом и без сознания упал рядом с Бараком. Строение, которому без малого сто лет, сгорело за считанные минуты. Масло в огонь подлили газовые баллоны, которые стали взрываться. Во время тушения пожара одним из условий, способствующим также распространению пожара, и обрушению деревянных конструкций, послужил взрыв бытового газа. Это привело к разрушению несущих конструктивных элементов здания. И, соответственно, оно начало складываться внутрь. Пока погорельцы поселились у ближайших родственников. Говорят, ни денег, ни документов, ни элементарных вещей у них теперь нет. Власти пообещали помочь. Мы сейчас выясняем, были ли застрахованы жилплощадь. И, конечно, кто застрахован, тот получит через страховую компанию возмещение. Если не были застрахованы, то получат единовременно. В практике от 5 до 15 в рублях. Понятное дело, обрести новое жилье маленькое пособие не поможет. Люди рассчитывают хотя бы на угол в маневренном фонде. А пока встать на ноги пострадавшим помогают всем поселкам. Жители уже несут обувь, одежду, средства гигиены. То же самое могут сделать все неравнодушные свердловчане. Дмитрий Изгагин, Алексей Богданов. Главные новости Екатеринбурга.